Здравствуйте дорогие друзья! С вами опять Розик, восстановление данных в Одессе. В наших предыдущих видео об SMR дисках, о дисках с черепичной записью, мы видели, что эти диски категорически не любят запись с мелкими блоками. Запись с мелкими блоками ведет к катастрофическому падению производительности этих дисков вплоть до полного зависания. Ссылка на конкретный пример с диском Toshiba, который был у нас уже на рассмотрении на канале, будет в описании к текущему видео. Разумеется, производитель не мог долгое время мириться с таким багом. И сегодня на конкретном примере жесткого диска Seagate Barracuda 2TB модель ST2000DM008, мы увидим, как же этот баг пытаются фиксить микропрограммой, чтобы в дальнейшем продолжать нам впаривать это SMR глюкалово, чтобы мы продолжали покупать этот хлам. Для издевательств над нашим подопытным кроликом, мы применим уже хорошо известную нам программу R-Tester. Ссылка на эту программу будет в описании к нашему видео. Диск подключен к компьютеру, для начала мы разрешаем запись на него, UnlockWrite, выбираем подопытного, смотрим на его паспорт. Seagate семейства D1, он же V15X. Диск SMR, выбираем Toolbox, SerToolLite, добавляем скрипт проверки. 3V-тест для Seagate, тест 3 записи. Стартуем. Здесь я скорость тестов, скорость воспроизведения тестов увеличу в 10 раз, чтобы нам полчаса над ними не сидеть и вложиться в какое-то приемлемое время. Идет тест чтения. Вот тест чтения нулевого диска, только что распакованного. График чтения такой, как будто диск только что упал с полки. Вот такой кривой SMR с нулей, уже на чтении. С этим ничего не поделать, с этим надо смириться. Переходим к тесту записи. Тест записи мелкими блоками, невыровненными. Вот диск зафризился. Пытается выровнять свою производительность. И вот смотрите самое интересное. После неудачного рывка, что предпринимает микропрограмма диска. Она просто ограничивает скорость приема данных на интерфейсе. Хоть какое-то решение для того, чтобы диск не зависал наглухо, чтобы как-то это криво-косо, но работало. Сейчас переходим ко второму проходу записи. Выровненными блоками мелкими. Опять фриз глухой. Опять попытка выравнивания производительности. И опять возврат к старой стратегии. Ограничение скорости приема данных на запись. Скорость мы видим где-то в районе 20 мегабайт в секунду. Что такое 20 мегабайт в секунду? Это даже не USB 2.0. USB 2.0 мы видели на примерах. Позволяет реализовать скорость записи до 30-35 мегабайт в секунду. Здесь мы видим, что все пляшет в районе 20 мегабайт в секунду. Для того, чтобы этот SMR-глюк не зависал. Переходим к третьему тесту записи. Невыровненными блоками мелкими. Опять фриз. Здесь диск даже не пытается как-то поднять производительность. Сразу переходит к ограничению скорости записи в районе 20 мегабайт в секунду. Вот так SATA 3 6 гигабайт в секунду. Для того, чтобы продолжать нам продавать SMR-глюкалово. Вырождается в 20 мегабайт в секунду. То есть это скорость где-то 20-летней давности, если не больше. Вот так вы на гребне инноваций, дорогие друзья. Ешьте, как говорят, не обляпайтесь. 20 мегабайт в секунду скорость записи. Переходим к тесту чтения. Сейчас читается зона, прописанная вот этими тестами. После этих тестов несчастный диск уже и читает кряво, где-то в районе 60 мегабайт в секунду. То есть ему уже поплохело после этого. Вот эта зона прописанная. Сейчас пойдет уже зона, не прописанная тестами. Здесь ему немножко полегчает. Будет небольшой рывок, но рывок такой. Тоже конвульсивный. Вот такой СМР. Кривой, косой. Как-то оно работает коряво, как-то оно дышит. Как-то оно продается. С вами был Розик, дорогие друзья. Восстановление данных в Одессе. Оставайтесь на линии, оставайтесь на связи. По мере возможностей и сил, и здоровья, буду что-то вам предлагать к вашему вниманию. Всем всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok